проклятые капиталисты вас проклянут ваши внуки проклянут я говорю не знаю а правду я говорю проклянут смотри какой-то чел взял его здесь вот написал художника в каком и он попытался написать аутсайдер арт но у него не получилось потому что уличный художник он попытался написать но он не смог написать аутсайдер арт потому что слишком большая буква а его краска была слишком жирная прикинь я не знаю кто это вот интересно кто это сделал это было давно в 2021 году по моему но он не смог это дописать но за старание спасибо вот если сейчас где где ребятишкам подойду меня посчитают каким-то ну ты понимаешь да но вот я вот смотрю знаешь на самом деле мне незачем к ним подходить у меня нет никакого интереса к ним мне нет импульса в мозге сексуального никакого ты вот вот я просто пьяный перед богом говорю но вот на самом деле о чем с ними говорить даже не о чем но на самом деле вот просто с молодежью интересно было бы поговорить но просто они они заняты тем чтобы получить карьеру или заработать денег или получить какой-то кайф там сигареты выпивку секс или какую-то хрень которая уже постарше на самом деле короче мне с этими ребятишками не о чем говорить не интересно им сне со мной не о чем говорить господи ну я бы хотел сказать им предупредить их ладно короче неважно не хочу предупреждать их чем не их чем не им говорить негатив какой-то неважно в общем дело в том что дело в том что короче извращенцем рождаются не становятся рождаются и я родился обычным нормальным русским европеоидом простым парнем моя мама гойка гой гойка моя мама простая гойка и соответственно из истекающие все из этого все истекает из этого то что моя мама простая гойка мой отец простой гой из этого истекает огромная 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 огромный капец есть у меня никаких шансов нет чтобы пробиться чтобы зарабатывать хоть чуть-чуть только дворником ну зарабатывать на картинах на искусстве на музыке на творчестве все что меня ждет да даже я мог мог бы зарабатывать на своем лице то есть мое лицо то есть в рекламных компаний рекламных в рекламе какой-нибудь сил какой-нибудь продукта там еще чего-то допустим если бы я не был гоем если мои родители не были гоями они вы сказали смотри какой у тебя красивое лицо продвинули бы меня нет я бы вы я бы снимался в фильмах ты не поверишь в голливудский в каране голливудский но в фильмах я был актером красавчиком но мои родители гой и я гой и все я никто я работаю дворником это максимум что у меня есть все что может меня ждать это максимум дворником работы и все в маленьком городке где хлор силан тоннами сотнями тоннами хранится где связи ли за всего мира ядерные отходы сюда в бетонном подбетонным этом саркофагом хранится ну ладно но ты уж поверь в москве нету не хлор силана не ядерных отходов ничего нету только здесь это же надо было меня угоразило что бродиться в этом городе где меньше 100 тысяч жителей но мне нравится мой город потому что я привык к нему я привык к нему как элизабет фрицель привыкла к своей тюрьме но она не привыкла к своей тюрьме и было ужасно но ребенок который у нее родился от своего отца конченного йозефа фрицеля не с нету слов чтобы описать какой он выродок он ходил все время согнутый согнутый потому что там низкие потолки были в подвале и когда его высвободили он у него уже не было возможности социализироваться он навсегда остался согнутым несоциализированным как и я я являюсь внуком ей внукам элизабет фрицель который согнутый ходил все время по этим подвалом душным тухлым вот он я вот и все не нету больше возможности социализироваться никакой возможности исправиться нету и пусть бог накажет того кто называл меня овощем там мамкиным конечно я мамки новичья родился в подвале у маньяка йозефа фрицеля моя мама элизабет фрицель я внук йозефа фрицеля я родился в подвале где сходил всегда согнутый дышал есть тухлым с тяжким воздухом ни с кем не было общения никакого кроме телевизора да представляешь себе такое представляешь при этом я работаю дворником но я доволен начальник я не побираюсь я за свои деньги покупаю лекарства на свою зарплату на свою я маме отдал 2000 и она ни копейки не потратила на мои лекарства только я потратил я сам купил и лекарства от давления которое она попросила лората не помню как называется хочу завести общение с этими двумя чуваками мне просто они меня пошлют посмеются надо мной я уже устал от этого но я устал и от одиночества я просто устал и не могу никто со мной не заговорит я одинок но есть господь которого я не слышал не видел и не буду с ними заговаривать потому что им пофиг